Когда я в очередной раз ехал в МААМ, чтобы снять ролик, я думал, что буду рассказывать про то, почему люди вообще ходят на выставки, что там интересного. Потому что, думаю, очень у многих сложилось впечатление, что, в принципе, на выставке ходят только для того, чтобы выложить потом фотку в Инстаграм, что ты был на выставке, на фоне какой-нибудь очень непонятной работы, и вот ты стоишь и на нее так очень глубокомысленно смотришь, а там вот нарисовано примерно нихрена, но ты очень одухотворенно на это глядишь, и все, все думают, что ты понимаешь высокое искусство. И я как раз думал начать рассказывать про то, что все вот это вот непонятное искусство на самом деле гораздо понятней, но потом я увидел вот это. Да, это действительно просто огромные скриншоты экрана блокировки айфона, которые налеплены на стену в музее. И это часть выставки, да, это как бы одна здоровенная работа, ну или множество работ, как хотите. Это сделал современный художник Игорь Самолет. О том, что это такое, почему это называется искусством и многом другом, сегодня в ролике. Здрасте, вы на канале Сейна. И перед началом ролика маленький момент. Меня периодически спрашивают, почему я постоянно с телефоном в руках, и на фотках, и на многих видосах, и вообще как будто бы всегда. Я, честно говоря, думал, что ответ очевиден, но раз уж спрашивают, дело, конечно же, в том, что я целыми днями играю в RAID Shadow Legends. В этом месяце рейду исполняется два года, и в расписании игры полно интересных событий. Вас ожидает 6 недель юбилейных мероприятий и турниров, которые проходят с 1 марта до середины апреля. Все они с безумными внутриигровыми призами. Вы можете стать свидетелями первого в истории турнира среди кланов, где игрокам будет предоставлена возможность сразиться напрямую с другими игроками клана, чтобы увидеть, кто из них окажется победителем. И если этого недостаточно, RAID также выпускает первого чемпиона во фракции Shadow Keen. Точно стоит попытаться заполучить такого себе в коллекцию. Стратегия с прокачкой персонажей и накоплением ресурсов – это ровно то, что нужно для мобильной игры. Особенно рекомендую режим Arena. И каждый ваш переход по ссылкам в описании поддерживает мой канал, так что помогите мне собрать инсталлы. RAID проводит специальный конкурс для всех новичков, что скачают игру по моим ссылкам в описании, в период с 1 по 31 марта. Будьте внимательны. В это время RAID разыграет 3 iPhone 12 Pro и 1 iPhone 11 Pro среди случайно выбранных участников, которые достигнут минимум 20 уровня до конца месяца. Чтобы стать участником этого конкурса, не забудьте подключить свой аккаунт к Plarium ID. Все дополнительные подробности о конкурсе вы найдете на сайте конкурса по ссылке в описании. Так что прямо сейчас переходите в описание под видео или сканируйте вот этот вот QR-код, качайте RAID только по моим ссылкам и в качестве нового игрока вам достанется 3 древних осколка, 50 рубинов, 100 тысяч серебра, а также крутой чемпион Йотун в качестве бонуса. И напоминаю, поторопитесь, бонус доступен только следующие 30 дней. Вселенная RAID уже огромна, а юбилейные ивенты это отличное время, чтобы присоединиться к сообществу RAID. Так что не ждите. Что это вообще за выставка такая? Называется она «Тень души, но заострен ничуть». Опять же, очень заумно, загадочно и непонятно. Хотя, если говорить проще, то это, по сути, большая подборка работ, так или иначе, относящихся к карантину, конечно же, ковиду, к эпидемии, потому что, ну, есть биенали, триенали и так далее, это как бы подборки работ за некоторый актуальный период. А есть подборки под тематику. И, конечно, нет ничего до сих пор для нас актуальнее, чем ковид. И если вы уже спешите припоминать мне то, как я ругал песни, написанные про ковид, а теперь собираюсь хвалить картины и произведения искусства, созданные про ковид, то про это я тоже скажу, но чуть позже. Однако работы на выставке далеко не все созданы во время карантина или там за последний год. Есть работы, созданные вообще даже до 2000 года. Многие из зрителей этого канала еще тогда не были созданы, но они все так или иначе отражают вот этот вот букет ощущений, которые подарила нам самоизоляция. Оторванность от мира, такая какая-то клаустрофобия, серость безнадега и хандра от одних и тех же стен. И вот множество ощущений, которые ощущала, ну, можно сказать, вся планета, художники стремятся их передать. И, что важно, наши художники. И, собственно, один из них, это как раз Игорь Самолет со своими скриншотами. И вот смотря на эти скриншоты, можете ли вы сказать, что вам что-то непонятно? Да все ведь понятно. Вы читаете текст, тут на некоторых прям написано, в чем суть мероприятия. То есть это абсолютно такие же локскрины, как у каждого из нас, и многие какие-нибудь приколы туда ставят и создают, получается, то же самое, что художник Игорь Самолет. Но если бы это были просто скриншоты, они бы не висели в музее. Дело в том, что Игорь делает скриншоты уже более пяти лет, и таким образом мы с вами видим только вырезки. На самом деле один скриншот отражает один день, и то, что выставлено в галерее, это как бы подборка самого интересного. Хотя началось все со знакомым многим охоты на повторение чисел. То есть, например, вы там открываете телефон, а там 21-12, и вы делаете скриншот, потому что вот поймали это число. И постепенно это переродилось в один здоровый арт-проект с коллекционированием скриншотов с впечатлениями от того или иного жизненного периода. Да, это может сделать каждый из вас, но по сути в этом и есть задача художника, чтобы придумать что-то, что по сути каждый может делать, но почему-то не делает, и превратить это в искусство. То есть первично идея и первичен концепт, а на хороший концепт уже может к нему приложиться художественный скилл, и в зависимости от характера этого скилла и его прокаченности реализоваться работа. Но концепт, так или иначе, это основа. И этим и отличаются песни про карантин и работы художников, потому что песни про карантин не содержат никакой идеи, к сожалению, в большинстве своем. Они вот пустые и чтобы сыграть на актуальность, а здесь это пережитое. То есть на выставку про карантин уже сейчас, когда год прошел, никто не придет как на хайповую тему, да? На нее придут как раз, чтобы посмотреть, как эти ощущения были зафиксированы художником. И если отбросить всю вот эту вот мишуру современности, да, и оставить только скелет этой идеи, то по сути это хроника. Такой документальный дневник, и мы можем найти приложение других скиллов на этот же концепт дневника, например, в фильме Михалкова «Анна от 6 до 18». Да, я, например, тоже этого времени не застал, как, я думаю, многие, кто это видео смотрит, но раньше Михалков был совершенно другим человеком и снимал совершенно другие фильмы и говорил совершенно другие вещи. В том числе у него была вот такая интересная работа. Он с примерно одинаковым промежутком проводил мини-интервью со своей растущей дочерью, а растет она в гниющем Советском Союзе. Как раз один за другим погибают генсеки, в принципе, какое-то ощущение общей неустроенности, все непонятно, и каждый год ей задают одни и те же вопросы, и она по-разному на них отвечает. И у каждого есть дети, да, у многих есть видеокамеры, и эти вопросы, они тоже, не сказать, что какие-то гениальные, но именно взять и как бы сделать такой таймлапс из хроники, то есть ускорить, чтобы оставить самое интересное и взглянуть в совершенно другом масштабе на ситуацию, это вот и есть крутая работа художника. И также она присутствует у Игоря Самолета. И вот хотел бы я сейчас задвинуть какую-нибудь историю про то, как понять искусство, но это нельзя не понять, это документальная хроника. И подобные работы гораздо лучше меня доказывают, что далеко не всегда искусство это что-то заумное, и современное искусство тоже. Безусловно, в арт-среде очень много производится для внутреннего потребления, то есть как бы то, что могут понять только вот эстетствующие посетители музеев, да, но многие художники хотят быть просто понятными. И чтобы их работа, она вызывала какие-то эмоции у множества людей и просто работала. И именно для того, чтобы быть понятными, художники используют, например, очень знакомые абсолютно любому зрителю и посетителю музея, например, интерфейс айфона. Интерфейс конкретно браузера Safari или других каких-то штук, связанных там с смартфонами, социальными сетями и другой нашей повседневностью. Таким образом, за счет как бы знакомого внешнего вида стать заранее ближе к тому, кто эту работу увидит. Если вас подобное привлекает, советую посмотреть, погуглить другие работы Игоря Самолета, потому что, судя по всему, оно свою функцию привлечения внимания выполняет отлично. В музее рядом с ней всегда кто-то находился, кто-то фоткался, даже снимали тиктоки рядом с ней. Это, в принципе, мне инсайдик рассказали, что довольно много в последнее время тиктокеров начало ходить в музеи, потому что, ну, видимо, кто-то первый там пару раз поснимал, а в музеях-то очень красиво, особенно современным искусством, потому что как бы вы ни относились там к холстам с дырками или просто там абстрактным фигурам, абстрактным мазкам и всему такому, как бы вы ни считали, искусство это или нет, на фоне оно в любом случае смотрится круто, и все это делается художниками, а собирается потом кураторами, которые тоже у них очень большая насмотренность, и так или иначе во всех музеях красиво. И таким образом даже люди, которые, ну, именно искусством не увлечены, они как бы бессознательно тянутся к этой красоте, хотя, может, и сознательно, я опять же свечку не держал, потому что она, по сути, на них в том числе и рассчитана, и они однажды, решив как-то сложить у себя все это вместе, и действительно прочитав то, что находится на работе, а не просто потанцевав рядом с ней, возможно, также проникнуться этим искусством. Никакого дизреспекта тиктокерам, может, однажды сниму ролик про тикток второй, потому что я в свое время слишком критично, наверное, о нем высказывался. Стратегическими партнерами выставки являются Мастеркард и Ахмат Ти, и, честно говоря, многим, что было на выставке, ты удивляешься тому, как это просто организовано, повешено, поставлено, установлено, и как такое можно было произвести именно в смысле пространства. Ты получаешь именно очень крутой новый визуальный опыт, а это полезно каждому художнику, просто ходить и буквально насматриваться на самые лучшие работы актуальных художников России и всего остального мира. Я это вообще все к чему? Незаумные работы — это не редкость. И сейчас я вам кое-что покажу. Заходите вы в затемненную комнату в музее. Там стоит огромный ящик стеклянной и наполненной водой. Вы крутите ручку, и в нем начинается метель. На самом деле то, что там внутри вода, можно узнать только если приглядеться. Сначала просто создается ощущение, что метель каким-то образом воссоздана вот в этом аквариуме. На самом деле это вода, и когда вы крутите ручку, подаются там потоки, не знаю, воздуха, течения или чего-то другого, и они поднимают вверх вот эти вот пушинки, песчинки, снежинки. И вживую это выглядит потрясающе, особенно в темной комнате. И когда ты сам еще эту метель запустил, это Александр Бродский. И вот согласитесь, эта эстетика, она настолько вот вам знакома, и вот вообще нельзя сказать, что это какой-то особенный художественный мир, особенный художественный взгляд. Нет, это фиксация нашей с вами реальности. Не знаю, у меня до сих пор такой же вид из окна. А вот пару месяцев назад, когда совсем темно было, это ежедневность. Ты просыпаешься и засыпаешь вот с таким пейзажем, и это очень хорошо отражает еще и какой-то наш, в общем, характер. Вот вся эта тоскливая наша зимняя холодная Россия. Она вот такая. И это вот мироощущение, то, как мы перевариваем вот эту вот окружающую нас реальность, она общая не только для, допустим, меня и подписчиков там моего паблика ВК, или ебаназии для Сейна, или вот других каких-то таких молодежных, да, движух, а она также для опытных художников. Например, у него есть проект Вилла ПО-2. ПО-2 это вот этот самый забор. И, понимаете, этот забор ПО-2 повлиял и на меня, и на вас, и на этого художника, и на всех, кто, ну, наверное, на территории СНГ вот какое-то время даже пожил. Эти ПО-2 на вас повлияли, оставили вам шрам с обратной стороны черепа, и вы уже никогда не будете прежним. И это общая для нас всех эстетика. Потому что, например, те же самые заборы ПО-2, допустим, производит уличный художник Бла, которого вы, может, помните из предыдущего ролика. То есть, понимаете, да, тот, кто выставляется в Московском мультимедиа-арт-музее, и тот, кто рисует на электричках, и вот, допустим, я, да, у всех у нас одно и то же горе, одни и те же ощущения, и как раз вот для этого люди ходят на выставки. Художники делают свои работы, чтобы поделиться, а люди приходят на них смотреть, чтобы как раз с ними поделились. Новым ощущением, новым взглядом, новым вот масштабом, который приобретает реальность в работах. Хотя ключевой фактор здесь, это все же сами вы, как человек, ощущаете, рефлексируете над своими ощущениями, пытаетесь их зафиксировать или нет. Потому что, по-хорошему, между уличным вот анонимным художником и галерейным художником разницы не очень много. К тому же, что в галерее также выставляются, например, вот эти вот товарищи. Называются они Тонатос Банионис, и они абсолютно анонимны. Вы думаете, что сейчас какой-нибудь граффити будет? Так вот, нет, вот что. Это как бы стол для приготовления коронавируса, как бы его обеденный алтарь, типа того. Тут лежат летучие мыши в холодильнике, а наверху на ковре у нас вышитый огромный вот этот вот как бы молекула коронавируса. Под полиэтиленом находится удон уже с летучей мышью, и так далее все остальные атрибуты для того, чтобы этих летучих пышей приготовить и, собственно, заразить коронычем весь мир. И здесь я даже объяснять ничего не буду, потому что это объект, который вот он интересен сам по себе и в своих мельчайших деталях. И я думаю, здесь в принципе объяснять ничего не надо, потому что, по-моему, именно стиль выражения своих мыслей, он напоминает того же Бэнкси или каких-нибудь карикатуристов, то есть это, опять же, абсолютно доступно. Но у Танатас Бонионис не могу упомянуть про их предыдущий проект, который назывался «Божественный ветер». Ради него пять женщин нанесли себе татуировки во всю спину. Выглядели они вот так. Проект посвящен камикадзе и рефлексии над вот этим вот самим, именно самопожертвованием ради страны, отечества и великих целей, которые в случае с Японией имеют совершенно не такой же контекст, как мы привыкли. И женщин именно пять, потому что так формировались отряды камикадзе. Три самолета непосредственно камикадзе и еще два прикрытия. Сообразно этому рисунки немного разные, можете обратить на это внимание. И действительно, как камикадзе приносили жертву, также в самом воплощении этой работы содержится вот как минимум пять пожертвованных спин на это. Это можно сказать осмысление реальности на любой вкус. Вот кто вам ближе, посмотрите на множество мнений других людей. Каждый может найти свою интерпретацию. И конкретно выставка, посвященная ковиду, она как нельзя лучше показывает, что из себя представляют вообще все выставки. На самом деле все выставки такие. Все выставки хотят нравиться своим посетителям и, по крайней мере, быть им понятными и влиять на них. То есть да, есть там даже вот этот вот Диснейленд Бэнкси, который наоборот должен был быть неприятным для своих зрителей. Но ведь зрителям-то по итогу все равно это понравилось, потому что они вот были в Диснейленде от Бэнкси, и то, что им делали неприятно, это было как бы все равно приятно. Вы понимаете, сложные удовольствия от искусства. Волтваги поймут. Просто конкретно в коронавирус именно темы, на которые рассуждают художники, они для всех общие и очень понятные. Вот опять же, работа Ивана Лунгина называется «16 квадратных метров». Посмотрите. Это в рамке бетонная комнатка, которая окружена бетоном со всех сторон. Есть маленькое окошко, а напротив него маленькая табуреточка. И ведь вы прекрасно знаете, кто сидит на этой табуреточке. Вы! Вы очень хорошо ассоциируете себя вот в этом ощущении клаустрофобии, но оно вот так зафиксировано на холсте. Это ведь просто вырезанный бетон. Но вы ведь очень тонко понимаете это ощущение. Если понимаете, то срочно бегите в музей на эту выставку. Она идет вот до этого числа. Мне самому очень было интересно делать видос про ее представителей. И, в принципе, всегда приятно работать с мам. И огромное спасибо маму, что в очередной раз пригласили меня, чтобы снять у них ролик. И еще одно огромное спасибо летит моим патреонщикам. Людям, которые платят мне по 5 баксов в месяц. За это получают доступ в закрытый паблик с музыкой, кинищем, фильмами, книгами и чем хотите еще вот другим. Что я нахожу в интернете. И вот пилю посты с своими уникальными рекомендациями туда. Спасибо вам большое. Живу вот вашими стараниями. А на этом все. Спасибо, что досмотрел. Ты знаешь, где кнопка подписки. Ага. В прошлый раз я, прикиньте, реально нечаянно на монтаже вырезал крик. Вот дело в том, что у меня просто сначала ролик длинноват получился. И я его резал и реально катнул крик. Он у меня, ну знаете, он долю секунды длится в этом фишка. И эту долю секунды прокатал. Поэтому сорян, приношу свои извинения от лица себя же, бля, самого. О, вот старый крик. Вот новый. А- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok